Куда она идет и на какой уровень. То, что Капранова с Эсиной, они уже были на тот момент первый-второй номер и занимали очень такие позиции уверенные. И она все равно, она вернулась и выигрывала у них очень много международных турниров, гран-при, этапов Кубка Мира. Это нормальный момент соперничества, соревнований. Я думаю, что Алина, она сейчас будет бороться самой собой. И ей не впервой выигрывать и вырывать победу, как говорится. Ведь в 15 лет она вырвала победу у Батыршиной и Зариповой при здоровой конкуренции. Все покажет соревнования и устойчивость нервная. Ну что ж, вот уже и лента, и два самых главных выступления в самом начале. Сейчас уже выступает Ольга Капранова. Уже подустала, видимо. Ольга Капранова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Закончила свое соревнование, Оля. Да, учитывая, что совсем еще недавно был чемпионат мира, затем клубный чемпионат мира. И, в общем, тот и другой старт должен был быть выигран другим образом. Конечно, уже сейчас сил осталось мало. Ну, до следующего турнира будет возможность восстановить эти самые силы через месяц финансового мира. То, чем, мне кажется, подходит вот такой стиль, в котором была сделана лента Ольги Капра. У нее такая настоящая русская внешность. Как она же говорит сама, он показывает ее внутренний мир. Классика, конечно, замечательная в исполнении Ольги смотрится. Ну, и вот такая русская народная музыка. Тоже великолепно. Восемь и три. Мы здесь вот так не усаживаем гимнасток, чтобы они смотрели другую тушку. В этом чемпионате мира было. Приходится, видимо, из-за шторки выглядывать, чтобы смотреть на погреб. Ну, а вера, лента, это вообще ее козырной вид. Дважды чемпионка мира она с этим предметом. Ну, действительно, равных ей нету просто в пируэтах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Действительно, композиция, вот тоже, как и в случае с Ольгой Капрановой, очень здорово ей подходит, очень здорово она ее чувствует. Наверное, тоже тот самый внутренний мир. Немножечко нам приоткрывает. Как тебе кажется, мне почему-то кажется, что в этой видео... Сессина, конечно. Сессина должна быть первой. Это очень приятное разделение, которое с недавних пор существует в гимнастике, когда в каждом виде есть свой доминирующий элемент. Да, потрясающе. Потрясающая оценка. 9-3, 9-5, 9-45. Волнительство, как мы согласны. Самый высокий балк. Ну и борьба за бронзу у нас начинается во время шести следующих наступлений. Я еще хотела касательно Веры Сессиной отметить такую деталь, что вот появились костюмы, в которых сейчас все выступают. В принципе, идея их возникновения была связана с тем, что гимнастки зрелые уже не обладают такими фигурами, чтобы можно было демонстрировать все, что есть. Поэтому вот эти вот юбочки, они какой-то лишний вес отчасти скрывали. Ну и еще эстетика сама, что просто некрасиво задирать ноги в всяких купальниках. Это понятно. Ну, были же комбинезоны уже на тот момент. И как-то так постепенно все стали себе шить вот эти вот костюмы с юбочками. И у Веры Сессины тоже такие были, да и сейчас есть. Но все-таки во многих упражнениях она выходит просто комбинезонно. По той простой причине, что прятать-то нечем. Наоборот, не столько точно хочется похвастаться. По-моему, больше никто не выступает. Ну, вот так, по крайней мере. Ну, в Элите точно не выступает сильнейшим. Приятно очень за наши гимнасты, потому что они не расслабились после чемпионата мира. И не расстроились после, как многим кажется, такого несправедливого многоборья, когда Вера Сессина выступала идеально. Вот. И много было разговоров всяких разных после чемпионата мира. Как, в общем, и после любого другого чемпионата мира. И что девочки просто набирают и набирают форму, работают. И не оглядываются назад, а думают только об Олимпиаде, конечной точке, говорится. Вообще, гимнастика, конечно, всяческие обсуждения и разговоры уже после окончания турниров обречена. Потому что нет таких критериев, которые можно пощупать, да, какая-то в легкой атлетике. Есть секундомер и точка. Или там есть метр, сантиметр. Да, или пробежал впервые всех. Да, тут все-таки всем кажется, что они все понимают гораздо лучше. Все чувствуют. Поэтому, конечно, после любого турнира такого крупного, значительного, еще очень долго идут обсуждения где-то и в прессе, и в каких-то своих кругах гимнастических по поводу того, что было справедливо, что было справедливо. Олия Юсупа. Уже с одной медалькой в булавах. Олия у нас... Олия Юсупа. Ох, как закрутилось. Четыре оборота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну, кстати, зрителей набралось прилично, да, для такого скромного количества участниц. Все-таки турнир с традицией проводится уже много лет подряд. Уже своя привлекония у него есть. Третье место. Посмотрим, сможет ли она его удержать. Да, следом же выступает Алья Гараева, с которой они как раз соперничали за эти воронцами медали. Алья Гараева. Алья Гарри家. А.Кулакова Девятские пляски. Очень выразительно начала работать аллеюшка. Раньше она так как-то больше элемента-элемента, а сейчас прям раскрывается. Раскрылась. Чего я тут даже не умею, не умею. Но все равно даже рисунки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, думаю, что третье место будет. У Алии Юсуповой все-таки по чистоте, я не знаю, это мое мнение, она сделала намного лучшее по элементу. Да, у Алии, по крайней мере, первая Алии, не было потери, хотя концовку она и не сделала. Вообще-то, конечно, надо считать. Сейчас такие правила, что вот так на глаз порой бывает очень сложно сказать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вообще, мне очень понравилось, как лентой она работала на протяжении всего упражнения Алии Агараева. В бросков такое было достаточное количество. Это очень интересная видеокомпозиция. Далее Санте была права. 17, 425 и четвертое место. Сейчас будет выступать Нета Ривкина из Израиля, которая пока не претендует ни на что. Ну, а потом будет композиция Динары Генетовой. Долгожданная уже композиция Динары. Да. Потому что лента ее коронный вид тоже. Динара по сумме четырех упражнений проиграла своей соотечественнице Анне Гурбановой. Но за ленту получила такую высокую оценку. 17, 175, а, простите, 17, 150. Что опередила Аню и попала в финал. В первом номере за Азербайджан. Да, сейчас в Азербайджане тоже будет конкуренция за попадение на Олимпиаду. Они завоевали себе право, чтобы две гимнастки представляли Азербайджан на Олимпийских играх. Потому что Алия Гараева, это понятно, но за второй номер будет борьба. Вот из таких соревнований, из этапов Гран-при будут складываться, наверное, мнения, какая из гимнасток поедет. Вообще, не много сборных таких, у которых есть внутренняя конкуренция. На Украине, например, все понятно, что почему. В Белоруссии, в общем-то, тоже все понятно. Но это не есть хорошо, ведь, как говорится, когда чем больше конкуренции, тем больше прогресса первому, второму номеру. То есть они начинают прогрессировать, чтобы их не догнали. Так это происходит в нашей российской команде. В Азербайджане так происходит, и это здорово. Гибко, как она делает? Меха, Господи, лучше. Да, и приятно, что в Израиле тоже подрастает второе номер уже. Как бы непонятно, уйдет Резензон после Олимпийских игры или нет, хоть она и молодая, но тоже, как бы, вопрос такой. Уже готовят замену. В случае, конечно, с Украиной вообще непонятная ситуация, кто у них останется после ухода Бессонова и Гаденко. Как бы не получилось, как у нас, к сожалению, в фигурном катании. Ушли все звезды, и пока мы остались ни с чем. Такая концентрация была на этих гимнастках. Эти гимнастки, да, все силы тренера отдавали. Не хватило, чтобы принять запасы. Ну что ж, а вот Динара Кематова появилась уже на наших экранах. У Динары композиция с лентой почти полностью состоит из пируэтов, из фуэте. Очень хорошая техника исполнения у Динары этого элемента. Поскольку в ленте можно хоть все упражнения составлять из пируэтов, то Динара с своим тренером этим правилом воспользовалась. У Динары очень сильная гимнастка. Мне хочется очень много приятных вещей сказать. Именно она вывела Азербайджан на международный уровень, то есть на уровень сильнейших, которые могут бороться. на чемпионате мира в Будапеште именно Динара завоевала право, чтобы одна гимнастка из Азербайджана выступала на Олимпийских играх. К сожалению, на Олимпиаде она не выступала, получила прямо перед самой Олимпиадой травму спины очень сильную. Как раз там попробовала своя сила Аня Гурбанова. И пошло-поехало. Да. Вот так хоть и у нас никто не крутит Мирикулесный Динара, прям, нисходя с точки в быстром темпе. Причем очень музыкально, так поставлены двойные одинарные хируреты. Все по акценту. очень выразительно. уже взрослая, уже просто вот она работает как взрослая, матерая гимнастка, которая не боится, не трясется за каждый элемент. Просто выражает музыку. Джи. Ну, молодец. Да, очень здорово. Очень здорово. Прям как украшение турнира. Молодец, Динарочка. Такой темп композиции. Вот в начале, к сожалению. Бросок. В руке в итоге палочка не оказалась. Насосемь не ушел. Динара Кематова лучшая подруга Ольги Капрановой. Мы уже дружат тоже где-то семь-восемь лет. Динара там Вера Николаевна поначалу просила следить за Олей, потому что Оля младшая и за дисциплины и вообще за всем. То есть они как-то подруги-сёстры можно сказать. На оценку у Динары выше, чем в квалификации. Там была на 150, а здесь на 0,2 больше. Но, тем не менее, место все равно пятое. Ну и последнее выступление и с лентой, и вообще на этом турнире, если иметь в виду соревновательные выступление Натальи Гадунко, Украина, у неё в квалификации шестой результат был. С этим видом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok